Майонез Можно много рассуждать о свойствах этого удивительного соуса. Но вреден ли майонез зависит исключительно от того, какой именно вид вы предпочитаете употреблять в пищу. Есть, как известно, обычный с высоким процентом жирности и низкокалорийный майонез. Если судить по рекламе, польза майонеза, если он обезжиренный, просто огромная. Меньше жира, меньше калорий, лучше вкус блюда. Так ли это? Если вспомнить, что при производстве майонеза низкой жирности из состава исключается практически безвредное растительное масло, а заменяется оно на воду и геномодифицированный крахмал, желатин, эмульгаторы и загустители. Вред майонеза в данном случае очевиден. В свою очередь, в высококалорийных видах майонеза содержание химии минимально, поскольку однородное масло и густота достигаются за счет яичного порошка и сухого молока. Безусловно, это приводит к тому, что содержание холестерина повышается. Но даже с учетом этого, вред от низкокалорийного майонеза гораздо выше, чем от обычного. Кроме того, при приготовлении различных блюд стоит помнить, что у майонеза есть и противопоказания. Его нельзя употреблять в пищу, если имеется повышенная кислотность желудка, аллергия на уксусную кислоту и яйца, а также детям до 9 лет. Соответственно, вреден ли майонез, можно судить самостоятельно. Стоит отметить, что по европейским стандартам, подобный продукт с жирностью менее 50% считается не майонезом, а просто соусом. У отечественного производителя гордое название майонез носит даже соус с 40% жирности. И как считают диетологи, польза майонеза такого качества минимальная. Стоит помнить и то, что майонез очень калорийный продукт, и кроме того, он вызывает усиленное желание покушать. В итоге, чем больше вы потребляете в пищу майонеза, тем чаще у вас возникает желание немножко подкрепиться. При выборе майонеза, обращайте внимание на герметичность упаковки, срок годности и условия продажи. Вред майонеза будет гораздо выше, если не соблюден элементарный температурный режим при хранении. В качестве заключения хочется добавить, что самым полезным и вкусным будет тот майонез, который вы сделаете сами на своей домашней кухне. Это не так сложно, попробуйте. На этом все, дорогие друзья. Если это видео оказалось для вас полезным, не забудьте поставить палец вверх. Пока-пока!